здравствуйте друзья расскажу над чем мы сейчас работаем мы впервые делаем специальную программу по автоматическому тестированию автоматизированному тестированию для тех кто уже работает тут давайте я может быть начну издалека чуть-чуть я люблю издалека чтобы понятно было дело в том что сейчас технология производства программного обеспечения изменилась в том смысле что если раньше там программисты свой код значит там отправляли куда положено дальше сидел человек который ну или один из программистов там от компании зависит все это дело там под собирал до кучи и делал новую версию программного продукта это могла быть такая промежуточная версия для внутренних целей могла быть там для того чтобы ее уже выпустить там пользователям уйти но она не суть вот это так все более-менее было вручную и там были тестировщики там тестеры которые это все тестировали и изменение произошло в том смысле что сейчас есть такой процесс как бы непрерывной разливки вот этого программного обеспечения так называемый continuous development continuous integration сиа и сидит так в аббревиатурах и в этом процессе что получается что по какой-то по какому-то критерию который можно устанавливать в зависимости от ситуации очередная версия начинает создаваться вот автоматически есть не некоторые программное обеспечение которое весь этот процесс запускает по тем или иным критериям дальше создается новая версия новая версия автоматически значит подвергается некоторому тестированию и дальше если все хорошо отправляется пользователь подгружается на на продакшен на веб-сайт и мы с вами заходим и пользуемся это может как бы пару раз в день там и чаще и мы с любой частотой происходит например если какой-то программист один из программистов изменил код свой до этого может быть достаточно для того чтобы запустить весь процесс получается такая история что тестеру который в углу там сидит и что-то тестирует его вместо мало остается безусловно это тоже присутствует но в общем-то ей появилась возможность и она как бы очень ценится высоко включать процесс тестирования автоматически такой автоматизированный не только те тесты которые пишут программисты они тоже пишут много чего в смысле тестирования но и вот то что тестировщики обычно делать короче получается такая история что меняется содержание труда сдвиг происходит не то что в прям уж совсем там каждый только этим и занимается но тем не менее с точки зрения востребованности и с точки зрения денег которые ты получаешь это становится очень привлекательным а для тех кто работает уже несколько лет в ручном тестировании это становится спасательным кругом некоторым потому что человек проработавший 10 лет в ручном тестировании 5 лет или скажем два года когда они выходят на рынок не взять это случается искать по их желанию это может случиться без их желания и вдруг выясняется что в общем то то что ты делал там 10 лет назад или даже пять лет назад не то чтобы сильно кого-то волновало и вот в общем у человека который долго проработал ручным тестером и хочет найти следующую работу у него сейчас проблема больше того на эту проблему пытается решить например тем что какие-то классы берет он там java изучает он автоматически автоматическое тестирование изучать но класс это никому не нужны он тоже должен приличные деньги получать он же он же не работает за за 25-30 долларов в час поэтому как вот быть и в общем такая вот ситуация патовая складывается мы раньше не делали не делали ничего такого для тех кто работает в том смысле что у нас есть но у нас было два курса по автоматизации один такой базовый для наших студентов а другой был такой более продвинутый в основном этот более продвинутый нацелен был на тех кого присылают пособие по безработице там вот есть организация которая этим занимается вот они присылают и оплачивают в общем мы ради них это все держали но поскольку все равно есть тоже многие наши подходили то есть были работающие люди которые там скажем брали этот курс и не взять на работу еще ну так но мы говорили но вот есть там какой-то инструмент вот моему обучаем а будет ли он скажем работать с этим инструментом вообще найдет ли он работу именно в автоматизации это как-то выносилось за скобки это он сам должен был там разбираться и как-то думать зачем он берет или не берет этот курс сейчас поскольку кардинально меняется рынок в этом плане то есть любой человек который сегодня занимается ручным тестированием фактически находится в такой серьезной зоне риска и мы в общем подумали ну в конце концов чего же нам при наших то возможностях связях там способности помогать трудоустройством и так далее мы сейчас готовимся и где то вот я бы сказал что первое апреля это вот тогда так который мы хотим чтоб все было готово люди которые поведут курс люди из индустрии они у нас в общем то и так периодически преподают с хорошим опытом со всеми делами там все как положено и будет это вечером происходить ну и собственно мы рассчитываем что люди которые берут этот класс они тоже работают днем а вечером берут класс сейчас идет отработка классом и вот это существенно потому что это накладывает отпечаток на то как пойдет вот первая группа и я думаю что и вторая тоже вообще наш опыт такое что первый раз когда на чего-то прогоняешь предстоят какие-то существенные изменения то есть like она это в видение но дальше ты сталкиваешься с реальностью и какие то более менее существенные изменения будут потом второй раз когда ты прогоняешь курс изменения будут но не такие существенные так по чуть-чуть вот а третья версия она уже тиражируемая то есть вот не то что когда тираж что там нет изменений но это уже так косметически поэтому значит первые две первые два прогона будут идти по словам условиям о чем вот я вам и повествую значит во первых мы определились уже определились с тем что там будет 80 часов занятий то есть это как два модуля в наших обычных курсах у нас все модули по 40 часов занятий и допустим наш обычный курс который в школе есть там четыре модуля и автоматизация это один из четырех значит здесь будет два модуля это будет значит 80 часов и так бы она стоила там по нашим расценкам это стоило бы 2 200 но поскольку мы отрабатываем курсу то мы говорим ну пусть стоит пусть стоит половину пусть это будет стоить там тысячи сто это первое второе мы не хотим кого-нибудь на этот курс а мы хотим тех кто имеет некоторые ну как сказать предпочтительные такие для нас характеристики то есть мы хотим чтобы этот человек не менее года проработал в ручном тестировании и сейчас бы работал желательно значит не менее года опыта желательно не обязательно желательно чтобы у него было инженерное образование любое не обязательно очень неплохо то есть предпочтение отдается если он где-то там какие-то курсы брал я не знаю или какой-то бэкграунд у него там программистки там или хотя бы просто курсы какие-то брал это тоже очень желательно если у нас был бы выбор то мы бы отдавали предпочтение тем кто лучше подготовлен технически следующий момент чем нам хотелось совершенно необходимым является стремление чека поменять работу в направлении автоматизации не когда-нибудь а прямо сейчас поменять то есть мы хотим чтобы он к нам пришел с твердым намерением с комитментом таким значит поменять работу то есть люди которые любят учиться вот он один курс взял и второй взял и третий взял и десятый взял и очень непонятно там раньше он это все делает но вот сейчас мы такого не хотим то есть конечно когда курс станет на лыжи и пойдет уже ну не хочет не работает твое личное дело но сейчас мы так не можем себе позволить то есть мы мы должны сделать некий курс который покажет результативность и это результативность зависит от того ищет человек работу или нет то что объяснить кому-то что курс хороший но из 20 человек работают только трое только потому что остальные и не собирались искать работу это это как бы абсолютно непозволительно мы мы себе такого позволить не можем значит определено что в группе будет не больше двадцати человек вы можете сказать нифига себе 20 это даже не 5 но так и мы же не репетиторы правильно значит будет 20 не больше 20 человек в группе и преподавателей будет двое то есть по 10 человек на одного вот значит мы хотим чтобы человек который записывается на курс был в состоянии заниматься дома делать домашние задания и если курс у нас 80 часов то еще 80 он должен заниматься дом это будет два часа два часа два раза в неделю по 4 часа вечером у нас вечерние занятия с 7 до 11 значит с 7 до 11 это скорее всего будет понедельник и четверг скорее всего так мы мы хотим чтобы это было равномерно поделена чтобы там скажем не понедельник вторник или не понедельник среда а вот именно понедельник четверг чтобы было время позаниматься вот соответственно между понедельником и четвергом чтобы он у него было четыре часа на занятия между четвергом и следующим понедельником было бы еще 4 если бы он прозанимался не 4 а там допустим 10 то было бы наверное еще лучше но хотя бы 4 хотя бы 4 вот теперь что соответственно значит мы смотрим на 20 занятий по два занятия в неделю это 10 недель это тот режим который мы хотим сегодня иметь дальше когда курс встанет на лыжи как и пойдет этот курс будет тиражироваться в разных расписаниях то есть там будут какие-то вещи по выходным например там два выходных может быть часов по 8 в день мы посмотрим такой в буткемп овском режиме то есть мы безусловно хотим иметь режим bootcamp режим для автоматизации мы безусловно хотим иметь bootcamp режим и для ручного тестирования тоже кстати это впереди но мы сейчас вот займемся автоматизации а ручное тестирование bootcamp мы может быть уже где-нибудь ближе к осени но но поглядим еще раз мы посмотрим то есть аппетит хороший как бы желание все это дело как-то видоизменять и приводить соответствие значит к рынку безусловно у нас поменяется то как мы делаем автоматизацию в основном курсе мы от нее не откажемся просто будет там немножко другая автоматизация поэтому там очень много разных планов но вот мой мой фокус сегодня это вот класс для тех кто работает конечно я в основном имею в виду наших выпускников потому что есть определенный уровень доверия как бы мы знаем друг друга но если это какие-то будут люди которые у нас никогда не учились но они вовлечены как-то вручное тестирование я я не вижу проблем никаких то есть не то чтобы мы так как-то это кланово делаем я так понимаю что независимо от того кто будет конкретно в классе это будет по-английски даже если там будут все русскоязычные это все равно будет по-английски потому что мы находимся на рынке на котором надо проходить интервью и и так далее соответственно там будут проекты соответственно там будет резюме соответственно там будет в общем все что нужно для того чтобы работу искать там будет так что мы не не это не будет курс для того чтобы выучить инструмент автоматизации тестирования инструмент этот будет java это будет java и веб-драйвер вот но в общем там еще будет такой кукамбур я бы к огурцом бы просто назвал там кукамбур но вот кукамбур с кукамбуром разберемся они будут создавать проекты с нуля и так далее это люди должны по идее рыночная цена того чему их там научат что-нибудь от 120 тысяч долларов и и вверх конечно зависит от степени так сказать мастерства от там того как они будут учиться чему научиться от этого тоже очень много зависит поэтому мы хотим тех кто мотивирован тех кто хочет научиться но вот это вот туда закидывает человека и если вопрос например такой у кого-то возникает а если я не вручную не работала хочу сразу в автоматизацию и сразу хочу туда попасть и так далее мы можем поговорить но проблема в том что для того чтобы заниматься автоматизированным тестированием надо быть тестером то есть если человек никогда ничего не тестировал вручную я я не очень понимаю что он там будет автоматизировать то есть у меня это не очень укладывать его его надо сначала научить на тестировщика поэтому но может быть он тогда получится сначала тестирование а потом уже в общем не знаю мне мне это немножко странная кажется идея другой вопрос что если допустим человек наш обычный курс берет и хочет тут же сразу там углубиться в автоматизацию тогда мы его скажем знаешь друг вот если у тебя есть какой-то там background да допустим ты программистом работал или там университет закончил по компьютер-сайенс ну или что-то но вот как бы чтобы были основания рассчитывать на на что-то такое реалистическое когда дело дойдет до устройства на работу я хочу представить себе его резюме с чем он пойдет если я не вижу этого резюме я не понимаю как он будет искать работу я не хочу брать эту ответственность на себя потому что это это не они не мое по всякому случае в первой группе этого точно не будет то есть мы мы хотим брать только людей которые за которых мы уверены что они пойдут и найдут работу и в общем проблемных мы не хотим пусть их не будет 20 будет 15 но эти 15 должны работать такая вот такая вот задумка я скоро сделаю страничку на школьном сайте где мы распишем подробненько что там происходит будет происходить но для этого сейчас вот работают ребята они расписывают поурочно почасово что как чего там будет и так далее мы мы очень тщательно готовимся я пройду сам этот курс и я вижу мою мою функцию постановки этого процесса то есть я как методист и и человек знаете у меня вот какой есть в этом плане естественный такой природный талант я когда слушаю что-то я очень легко слышу это вижу это глазами нашего студента я могу тебе сказать вот здесь тебя не поймут здесь надо развернуть здесь надо больше об этом и меньше о том и так далее поэтому значит я буду участвовать на стадии подготовки курса но я в основном приложусь на стадии вот между первым вы первым прогоном и вторым я все это запишу на видео видео никому не дам кроме тех кто в классе то есть это те кто в классе могут повторять те кто у нас я постараюсь чтобы все сотрудники наши там были тоже но мне это нужно как рабочий материал для того чтобы строить курс вместе с ними поэтому вот после первого прогона я буду работать с ними над вторым после второго прогона я буду работать над третьим который должен быть тиражируемым и где-то или после или в процессе мы это уже понесем в онлайн для тех кто не не может допустим в силу географических каких-то ограничений или временных или может быть я не знаю материальных тогда в онлайн за дешевле вот но в онлайн наша способность помогать как был человеку она более такая ограничена поэтому уже не ну конечно можно там всякими техническими средствами проникнуть на его компьютер и посмотреть на почему у него не конкурировать что-то но это уже сами таки тоже самое что в классе подойти там это но но ничего страшного мы совершенно спокойно относимся к тому чтобы это делать в онлайне когда до этого дойдет я расскажу более подробно как и что но в общем то могу сказать так что у нас сегодня в школе где-нибудь 500 человек проходит студентов на кампусе и я бы хотел чтобы эти 500 распределились может быть как допустим 150 которые будут на программе по автоматическому тестированию а допустим там 350 были бы на ручном это нам позволило бы с одной стороны очень хорошо управляться с теми кто изучает автоматизацию просто рынок практически бесконечный с другой стороны это позволит нам отбирать более строго те кто пойдет на ручное тестирование и как бы качество повышать качество хочется повышать вы можете сказать отчет она вам не учить там не 500 человек а тысячу ну вот у нас офис такой там больше тысячи круг больше 500 пропустить нельзя вот можете сказать а давайте еще офис заведем я не хочу вот я я не хочу расширять операции я хочу их структурно видоизменять с тем чтобы было качественней как бы чтобы бренд развивался и так далее вот так такая история так что друзья отправляют дать я поверну на себя а то действительно так чем дождь то дождь а вот и блогер вот и светлый образ значит там мы сейчас над этим работаем и как бы основной мой фокус сейчас это вот автоматизация и изменение того как школа оперирует вот в эту сторону я я обещаю что наша автоматизация будет не такая как где-нибудь еще а именно в том аспекте что мы будем чека на работу закидывать они вообще ведь вот тебе класс чего хочешь то и делай вот я собственно это то что мы делали сейчас то есть много нас есть класс хочешь приходи не хочешь не приходи вот мы мы меняем фокус мы мы будем по-другому это все делать более глубоко бомбы там будет много про этом много проектов для резюме и инструменты как бы вывод тех кто участвует на второй уровень до усвоения то есть когда они могут самостоятельно взять с нуля там сделать проект и рассказать могут и и так далее вот вот это и мы очень рассчитываем что они пока будут работать и брать наш класс они соответственно поработают с этим всем на работе тоже то есть они там может быть пару-тройку занятий поставить себе начнут переносить из класса туда в производственное такое производственную среду свою что было бы вообще идеально я еще хочу сказать что у нас очень много запросов на таких людей в школе поскольку у нас ну как бы известность такая большая и выпускников там много тысяч и менеджеры и рекрутеры там все что угодно все время спрашивают нет ли у вас кого-то там с автоматизация и так далее я думаю что наша способность ну не то что за руку приводить конечно так было бы нечестно сказать но наша способность как бы адресовать людей как бы направлять по запросам которые поступают достаточно существенная это не значит что любой который деньги заплатил его можно куда-то отправить он должен хорошо учиться и соответствовать должен но если он соответствует то проблем быть не должно ну никак то есть количество запросов катастрофически превышает нашу способность их удовлетворить сегодня поэтому я думаю что вот как бы это это нас отличает от тех кто может быть тоже где-то учат там автоматизация там или что-то что наверное и хорошо я думаю что и хорошо учат вот но тем не менее мы еще можем на ту сторону ручья как бы перевести так сказать у нас есть брод у нас есть мостик у нас есть там как на ту сторону такой разговор счастливы друзья а а а а а а а